Это... это то самое древо! Ха-ха-ха! Боже, сколько воспоминаний! А вот там внизу, похоже, бывший наш домик, да? С которого мы и начинали... А? Не послышалось, нас кто-то зовёт! Всем привет, меня зовут Артур, и сегодня великий день, потому что мы с вами начнём... Гнездо ласточки... Потому что мы с вами начнём проходить Ори и воля огней! Причём, мне кажется, что речь идёт именно о... духах! Духов леса! Хе-хе-хе! Здравствуй, друг мой! Хе-хе-хе! Ха-хе-хе-хе! Честно говоря, предыдущая часть Ори and the Blind Forest закончилась... Я помню, что... что было... что... как оно закончилось... А... но я тогда не совсем понял только одного момента... Ори погиб или всё-таки... Помните, когда... Когда мы оживили лес, точнее даже не мы, а сова... Когда лес ожил, появилось очень много подобных Ори... А... и... Тогда было не совсем ясно, выжил ли сам Ори... Ну, судя по всему, да... И это было... и это прекрасно! Мы всегда будем помнить рассвет... Это... Наше новое убежище... Раньше мы, помню, жили в пещ... в пещерах... С нашим другом... Когда в Небелле вновь пришла жизнь... А смотри, он вылупился... Савёнок вылупился... Но я удивлён, что он света не боится... Мы назвали её кружкой Ку... Боже, какая прелесть... Я помню... Вот этот наш... Круглый друг... Он... Убегал от нас... Да, я помню, он что-то от нас, по-моему, пытался утащить... Только куда ты забрал Ку? Куда ты забрал Ку? Я удивлён, что Ку не боится света... На самом деле, поправляйте меня, потому что... Я не смог вам тогда показать игрушку... Точнее как... Я смог её вам показать, но не смог её с вами пройти по ряду причин... На сейчас эти причины... Уже... Уже не актуальны... И мы с вами сможем пройти эту часть вместе, по крайней мере... Может быть, мы с вами вернёмся ещё к первой как-нибудь... Но... Дело в том, что первую часть я для себя тогда прошёл... Всё-таки я знаю, чем... Что происходило... Чем всё закончилось... И... Но это было давно... Это было пять лет назад... Пять лет... Боже... Как будто бы это было вчера... Но, тем не менее... Тем не менее... Ощущается не так давно... Но... Всё-таки память меня может подвести... Если вдруг я что-то... Что-то вам буду говорить неправильно... То... Поправляйте меня... Потому что... Вот что я помню... Мать... Эээ... Защитила своего единственного питомца... Который остался невылупленным... А имя то сова... Но она боялась света... В том-то и... Проблема была... Почему этот савенат не боится света? По сути... Та сова была лицетворением тьмы... А Ори светом... И это было... Смотри... Почти получилось на самом деле! Ничего страшного... Скоро получится... Смотри... 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 да с этого места все и началось по сути ории и слепой лес было игрой философская в какой-то мере вскоре небо воззвало к ней игрой философской о противостоянии добра и зла света и тьмы и то как зло услышали это и на розгу о том что узла есть и обратная сторона а что с его крылышком бедняжка что с его крылышком не так к к вы не расстраивайся я понимаю у него даже в инстинктах по сути должно быть желание летать и он просто не может этого сделать но почему к ну мы с тобой мы с тобой Ответ пришел из прошлого. Из прошлого. Слушай, а может быть можно это как-то все-таки исправить с помощью магии, колдовства какого-то? Отвести его к древу? Древо на самом деле сгубила его мать. Помните, мать, когда поняла, что может потерять единственного своего, точнее последнего своего птенца, она вернула духа назад в древо. Но древо при этом успело погубить ее предыдущих птенцов, которые успели вылупиться просто из-за света. Помните? Последний подарок матери. Ага. То есть вот так... Вот так работает у нас домик, ясно. Перо-куру, да. Так, ясно. А как это ему поможет? Мы же не сможем вставить перышко ему в крыло, в общем-то, да? Помните? В первой части, ну, хоть мы сами вместе и не играли, но я думаю, что многие сейчас из нас помнят, играли, смотрели где-то все-таки. Мы с этим перышком весь лес пролетели в свое время. Ку. Смотри, что у меня есть. Ну, тут перо на самом деле размером с целого крылышка у Ку. Ку еще, кстати, совсем тенец. У него еще будет шанс вырасти до размера своей матери, представляете? А, вот чей-то дом. Ну, в принципе. Вместе на новых крыльях. До неба был лишь шаг. Созбедица, высмотри. В виде бриллиантика. О! Она за нами наблюдает. Она за нами наблюдает. Давай, Ку. да обратите внимание там созвездие было уже без силуэта но она была да нару у нас получилось боже прелесть какая какая красота а и а а и и и и и Может быть, еще с возрастом его крылышко все-таки сформируется? Что происходит? Что это такое? Нет! Так началась история разлученных оборий. Ку? Нет. Боже. Чернильные тупи. Так. Я крайне надеюсь, что... Что... Хорошо. Буря нас разлучила. Но я очень надеюсь, что это... Что это все, что с нами случится. Что мы сейчас не узнаем ничего плохого. Угу. Так, короче... Чай на голову, наушники в руки и погнали. Тут, кстати, можно будет укрыться однажды, я так думаю, на какое-то время. Но куда... Куда занесло кул? Что это такое? Так, на самом деле, надо разобраться, что мы с вами, в принципе, умеем. Так... Пока... Пока ничего такого, да? И надо забрать вот как-то вот эту вот штуку. Я думаю, что чтобы ее забрать, это надо как-то, может быть, проплыть... Под низом. Я даже не знаю. Да, я помню эти штучки. Нет! Аккуратно. На самом деле, надо проверить, можем ли мы плавать, потому что... Угу. Не можем. По сути, Ури является олицетворением света здесь, то есть дух леса. Это объясняет в какой-то мере его невозможность плавать. Сфера жизни. Угу. Значит, в таких цветочках мы добавим сферу жизни. Ясно. Хорошо. Угу. Очень жаль, что все те способности, которые у нас в итоге были в конце, в конце первой части, что их сейчас нет с нами. Мы можем, кстати говоря, раскачиваться на этой лиане. Похоже, нет. Зараза. Кстати говоря, если вдруг что, мы с вами сейчас играем на... Одном из трех доступных уровней сложности, имеется так, светлые озера и чернильные тупы. Я не знаю, с какой стороны, на самом деле, искать куи. Давай пойдем сюда все-таки. Ну-ка. Угу. Так, это фрагмент ячейки, который... Когда мы найдем еще один, увеличит нашу жизнь. Ясно. Нет. Но обратите внимание, на самом деле, плавать мы можем. Плавать мы можем и... Похоже, нам нужно будет впоследствии что-то найти. Угу. Ну, идем пока тогда в обратную сторону. Вообще, могу сказать... Так, похоже, придется по-другому это сделать. Я могу сказать, что пока что, похоже... Похоже, игра очень сильно преобразилась в плане Metroidvania. То есть, она, похоже, больше сейчас склоняется к стилю даже Hollow Knight. А почему? Потому что я не помню, чтобы в первой части нам нужно было возвращаться за каким-то... Нет, ну возвращаться нужно было, но так, чтобы прям мы не могли пройти что-то. Мы, по-моему, везде могли пройти, нам надо было возвращаться только чтобы получить... Только чтобы секреты какие-то открыть. Только ради этого. Но я могу ошибаться, честно скажу. Честно скажу. Я просто не помню. Дохонный свет. Можно выменить у знакомых на что-нибудь интересное? Вот даже это! Или улучшить осколки духов? Очень интересно. Нам бы, честно говоря, сейчас не помешало бы где-то, наверное, у крыс от бу... От бури. Нет. И я надеюсь, что Q думает сейчас о том же самом. Да, вода нас как таковая не... Не страшна. Нам страшна сама глубина. Угу. А где мы вообще находимся? Мы, похоже, просто улетели с того острова. Попав по итоги на другой. Вот это место выглядит очень знакомым, честно говоря. Здесь, кстати, довольно уютно. Выглядит даже обитаемо, я бы сказал. Потому что, обратите внимание, здесь висят свечи. Как будто бы здесь... Даже смотри, я даже сначала не обратил внимание, вывеска есть. Как будто бы... Как будто бы нас пригла... Как будто бы, я даже не знаю, не то что приглашают именно нас, но в принципе... Чтобы те, кто здесь будут гулять, чтобы знали, кому идут густи. Тихо. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот здесь отличное место. Чтобы на самом деле просто переждать. Эти лемуры, кстати, очень сильно похожи на самого Уори. Угу. А, я могу даже сражаться факелом. Обалдеть. Так, сфера энергии. Чтобы восстановить запас энергии Уори. Хорошо. Так, каменного ключа у нас пока еще нету. То есть, у нас здесь будет своего рода... Ммм... Оружие ближнего... Так, подождите, можно сжечь? Угу. Короче, у нас здесь будет, видимо, своего рода... Оружие. Если сейчас нас факел, то потом у нас, может быть, будет какой-то... Духовный меч или что-то в таком духе. Даже не знаю. Давай, Уори! Великолепно! А ты кто такой? Что-то мне подсказывает, что именно ты и жил в той пещере, да? Хе-хе-хе. Ток. Черек, а ты что такое? Явно не Моки. Моки? Ты ведь вообще не из Нивена, да? Я много где побывал, но такие, как ты, ни разу не видел. Ты с другого берега. В общем, я Ток. Путешественник. Странствую в этих краях, но только там, где всё не так плохо. Всё-таки нас перекинуло с одного острова на другой. Чуть-чуть увлёкся. Я узнавал те места, по которым он летал. Вот ту... Гору, например, с... Боже, вот этот вулкан, мимо которого мы пролетали. Мы там были, но он улетел дальше по итогу. Я сейчас пытаюсь укрыться от буря, но если ты хочешь идти дальше, то тебе через врата духов на востоке. Да, но там закрыто. А чтобы их открыть, нужно два каменных ключа. Вот таких. А вот в той пещере как раз есть второй. О, только чтобы его оттуда достать, нужен кто-нибудь половче меня. Что скажешь? Ха-ха-ха-ха-ха. Я думаю, я справлюсь. Как продвигаются поиски каменного ключа? Ну... Я в процессе. Слушай, а ведь действительно... Боже! Ори действительно отошла немножко от... От привычного платформера, которым она была. Она стала именно больше Метроид Вани. Потому что раньше она была действительно с большим уклоном на... Платформинг. А теперь это больше... Метроид Вани. Причем то, что я вижу, это прям больше именно... Холл Найт. По духу. Блин, и это просто прекрасно. Великолепно. В таком случае нам нужна какая-то, может быть, карта. Я думаю, что ток будет именно тем, кто будет нам потихоньку открывать эти местности. Он путешественник, значит, он знает много об этом. Но он сказал, что он путешествует в основном там, где не все так плохо. Значит, есть шанс того, что... Есть шанс того, что здесь все-таки... Из событий самое страшное будет только буря. В итоге, когда она утихнет, мы ее где-нибудь переждем, я надеюсь. Все-таки. И Ку, когда ее тоже переждет, мы с ним встретимся и просто пройдем домой. Пёрышка просто еще найти надо. Так, ты выглядишь опасно? Ах, зараза. Так, аккуратно. Зараза. Ури у нас и не через такую проходил. Я, кстати говоря... Знаю, почему он мог потерять свои способности. Ну, имеется в виду, как объяснить то, что мы сейчас не обладаем всеми теми способностями, которыми обладали тогда. Ну, помимо банальных объяснений того, что это новая игра. Я бы это объяснил так. Помните, Ури все-таки погиб. Точнее, он... Да, он погиб. Он погиб. Его просто оживило древо. Так же, как и все существ после того, когда... Ага. После того, когда сова поняла, что натворила, она отнесла дух леса назад в древо. И древо как раз оживило самого Ури и других существ. Мне кажется, что было именно так. Давай, хватайся. Вот тот фрагмент нам, похоже, и нужен, да? Так, а что здесь? А, нет, вот он, смотри. Так, каменный ключ отбирает врата духов. Каждая врата духов требует свое количество каменных ключей. Ясно. Ну-ка. Ага, вот оно. Так, каменный ключ току. Слушай, это просто обалдеть, честно говоря. Получается, что... Осколки духов. Смотри, сколько их. Получается, что у нас будет целый арсенал, который мы сможем, видимо, как-то комбинировать из трех... Кстати, в Curse of the Dead тоже была комбинация из трех вещей. Обалдеть. Приметы для задания. Вот это все, в принципе, вещи. Кстати говоря, обратите внимание, это не совсем... Не совсем те вещи, которые можно использовать, я так понимаю. Потому что, видите, мы собираем осколки жизни, и они развешиваются на самих ветвях древа. И тоже, вроде как, являются вещами. То есть, по итогу, собирая эти осколки, мы будем потихоньку питать само древо, да? Чем древо... Чем сильнее будет становиться древо, тем сильнее будем становиться и мы. Аккуратно! Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Току? Я принес тебе то, о чем ты говорил. А, вот и ты! Что это у тебя, каменный ключ? О, держи еще один, как я и обещал. Я, птица честная, слово свое держу. Теперь я смогу и дальше странствовать по утерянным шедеврам Нивена, пока они еще есть. А ты можешь и дальше. Чем ты там занимался? Желаю удачи. Он, эээ, как Квирл. Наверное. Хотя нет. Квирл не был, эээ, просто исследователем. Был, эээ, исследователем был, боже, как его звали, который картами торговал, помните? Я не помню его имя, к сожалению. Нужно запомнить, что здесь у нас еще остались неисследованные места. Хотя, я думаю, это не составит проблемы с вами для запомнить. Особенно, если это отображается на карте. Отображается ведь? Ну, не то чтобы, но я, по крайней мере, вижу процент пройденной локации. А, я могу, в принципе, выбирать, что отображать на ней. Ясно, хорошо. Эм. Так, мне это не нравится. Мне кажется, что то существо нам... К нам явно недоброжелательно. Нет. Так, секундочку. Эта вода нас не убивает? А почему та убивала? Может быть, я невнимателен, что-то упустил? Хм. Так, ну, на самом деле, это существо знает о том, что мы здесь, и оно будет нас вынихивать, поэтому надо быть аккуратней. Аккуратней. Нет. Ори, беги. Беги, родной. Беги. Давай, давай, я надеюсь, нет. Я надеюсь, что куст такой... Давай, беги. Получи по морде, тварь. Может быть, ее как-то обмануть стоит, я даже не знаю. Нет. Ну... Понять, в принципе, эту тварь тоже можно. Она просто хочет есть, наверное. Так, аккуратно. Аккуратно. Пускай лучше мы, чем ку. Да? Скотина. Стоп. Лемуры смотрят, кстати, могли бы на самом деле и помочь. Хотя, кто им такой? Беги, Ори! Ну, тварь сильная. Но и мы не пальцем деланные. Нет. Да чтоб тебя! Так, аккуратно. Аккуратно. Беги отсюда! Пока тебе хвост не подпалил. Ужас какой. Я не думаю, что она так просто сдастся. Но понять эту тварь тоже можно. Она либо голодная, либо, может быть, голодные ее... Опять-таки, младенца, которому она просто хотела принести еду. Понимаете, у зла есть и обратная сторона. То есть... Существа, как правило, полностью злыми не бывают. То есть люди, те, которые творят зло, они тоже творят его с каким-то... Ну, я не знаю, но есть, конечно, такие ублюдки, которые ради денег все это делают, к примеру. Ну, если взять... Например, другие какие-то события, я даже не знаю, какие можно привести... Ээээ... В пример... Допустим, давай будем говорить вот о той сове. Помните сову? Она вроде как зло делала, но, тем не менее, делала его... По причине какой-то. Хотя нет, нет, я вру. Я вру. Она просто мстить пыталась. Точно. Она пыталась мстить за убитых младенцев. Но все-таки! Много воя. Эту тварь зовут Вой. Смотри, сколько она съела. О боже. Короче, я просто говорю к тому, что зачастую... Вот, как и люди, так и, возможно, звери и прочее, не бывает просто из чистого зла. Для зла есть какие-то причины, мотивы. И сейчас есть такая вот тенденция любопытная. Раскрывать зло с обратной стороны медали. К примеру, раньше нам показывали фильмы про супергероев, всякие подобные мультики, прочие вещи. О том, где добро всегда побеждало зло. И мы всегда были на стороне какого-нибудь протагониста, помните? А про антагониста никогда не было. Никогда не было рассказано много. И только сейчас, когда начинают делать сюжеты про антагонистов, о том, почему они такими стали, начинаешь их понимать потихоньку. А я их понимал еще тогда. И тогда еще понимал, что антагонисты не такие уж и плохие. У них у всех есть своя какая-то история, почему они стали такими. Зачастую довольно трагичная. Я надеюсь, Куйни сюда попал. Здесь растет такое же древо. Которое, кстати, когда прорастет, может принести таких же проблем, как и там. То есть, может быть, будет существо, которому не понравится то, что... Оно есть в принципе. Оно есть в принципе. Оно есть в принципе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин